приветствую на канале asma the planet продолжаем у группы детектива какая-то у нас уже психологическая игра чем про детектива продолжаем не давать и кусок загрузить будет небольшая у нас играла сегодня найти хоккейс чтобы защитить ее давайте нашли мы сару о пенсии надо ее защитить и не надо ее поддавать культным силам ну давайте просыпаюсь да я опять в доме в особняке мне кажется что я что-то не собрал что-то не сделала как я понимаю надо что-то делать чтобы открывались эти у него ну давайте посмотрим из предыдущей серии кратко содержание предыдущей серии не должны родители хранить своих детей я знаю что я виновата я чувствую вину и это вина будет со мной вечно я чувствую вашу боль я сделаю все чтобы вернуть его все на меня в первую очередь влекла работа здесь мне начали посчитать введение мне не следовало сюда приезжать на пустом месте смотрите ну давай прожалка существования слитый горбатого у нас у нас у нас у нас у нас вот вам и пожар дом хоккинсов не надо за эту гниду переживать выжил падла один ребенок только пострадал смысл саймон камон это все кончено ни хрена не кончено Так, ломик-то мы вот здесь находили в самом углу. Мистер Пирс, мы ждали вас. Хорошо, у Сары мало времени. Что вы тут делаете? Вы думали, я позволю вам встретиться с активными силами без надзора? Это слишком опасно для книжного червя вроде вас. Мне нужно поговорить с мистером Пирсом. Хорошо, Сара. Я буду в кабинете Чарльза. Но вообще-то я не считаю, что книжный червь там не пригодился бы взять, допустим, далеко ходить не будем. Игра престолов. Книжный червь-то? Ой, как пригодился! Ну, вроде безопасно. Потому что галлюцинации еще... А, пианино! А это не здесь. Давайте поговорим. Вы, кажется, изменились. Когда я проснулась сегодня утром, мой разум был острее, чище. Я все еще и слышу голоса, которыми я зовут. Он так сильный, такой древний, заманчивый, опасный. И, может быть, никогда не смогу избавиться от него совсем. Но пока я могу это контролировать. Я знаю, чем я вам обязан, мистер Пирс. Есть тут какой-то пульт на острове. Я должен защитить вас от него. Я знаю, как они для меня опасны. Но сначала бродяга. Я должна найти его и убить, только я могу положить конец этой бойне. Нет, вы поедете со мной в Бостон. Я не обязана вам подчиняться. Дело не в том, чего вы хотите и чего не хотите. Вы готовы рискнуть и разрушить весь мир просто потому, что я не здраво оценить последствия. Я искуплю свои грехи. Нет, вы пытаетесь уничтожить доказательства своих ошибок. Я знаю, что я сделаю. Я не успокоюсь, пока эта тварь не вернется в свое измерение. Еще разок. Вы не можете сдаваться, даже понимая, как высокий став. Спасибо. Но я все равно у вас нет. Пуществует. Вы останетесь здесь, пока я не найду безопасный способ вернуть. Это просто нелепо. Послушайте меня. Отцу узнает, как меня защитить. Помогите ему найти то, что он нечет. И мы переживем эту бой. Хорошо, я помогу вам. Так. Ну-ка. Так, Мария Колден. Я опоздал и не успел освободить Колден в зал Фуллера. За мгновение до того, как я нашел ее у доктора, она передала мне последнее сообщение. Может быть, я схожу с ума. Но мне кажется, что ее слова могут оказаться правдой. Художница Сара Фоккинс. Все-таки она будет бороться, несмотря ни на что. О, вот он мне нравится. А кто у нас здесь? Это пока лазил по измерениям. Красноватая лампа, старая ксеросиновая лампа, все еще исправно. Только нужно быть внимательным, она потребляет много топлива. Вот так, ну, там и были кочерга из котельной Римского института. А, вот что я хотел. Вот, 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 что я хотел вам показать. Вот это вот рассудок. Тут надо, короче, как я понимаю, метаться между всеми, чтобы открывать вот это все. И как-то, не знаю, собирать что-то, говорить правильно что-то, чтобы они все это было. Ну, давайте поговорим с Элджином Дрейком. Где ты, падла? Скотина, не дай бог ты наверх ушел. Вот тут. И снова здравствуйте, это вы? Конечно, я здесь и за нее. Не из-за вас. Мне наплевать, почему вы здесь именно, имеет значение только то, что вы сможете сделать. Как нам защитить мисс Хоккинс от влияния сил, которые жаждут добраться до нее? Конечно же, нужно последовать за этим бестолковым вором Хэйсоном. Что вы хотите сказать? Он что-то нашел. Амулет, символ выговоронной на нем, мог бы защитить цару. Мог бы. Мы имеем дело с силами, которые намного превосходят все, что они в состоянии представить наш интеллект. Так, давай вот, вот этот мне. Уровень рассудка слишком высок, так. Может задавать мне любые вопросы, в том числе ваши. Вроде так наверняка уже нашел способ избавиться от этой твари, правда? Я чувствую ваш сарказм, но как уж случилось, что у меня есть решение. Я думаю, я могу уничтожить, но для этого я должен пойти к ней. И чтобы к ней подойти, мне нужен ключ от рельха. Еще одна из ваших побрякушек? Это не побрякушка, мистер Скепп. Это очень сильная защита, способная отразить самые древние силы, куда эффективнее вашего фольта. Как он выглядит? Это золотой амулет с древними письменами и в центре выгравлены знак старших, звезда с глазом в середине. Я уже видел этот знак, где же мне его найти? В этом-то и проблема, этот грязный вор Чарльз где-то его спрятал. Я нашел эту картину среди уличных вещей, мне кажется, она как-то укажет на амулет. Я попробую потянуть за эту ниточку, а вы продолжаете поиски. Именно это я собираюсь делать, что же касается вас. Принесите меня, как только найдете. Я не хочу, чтобы он исчез снова. Подожди. Нет, 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 оккультизм. Вот этот амулет, а еще? Этот набросок должен привести меня к артефакту, спрятанному Чарльзом Хоккинса. Где же я его и видел? Мать его! Ну давайте смотреть. Будем по дому носиться. Ага, дверь это уже, смотрите, закрыта. Туда я уже не могу пробраться. В какую-то нахрен заходим туда-сюда. Сара Хоккинс говорила правду. О, вот оно. Так, этот набросок должен привести меня к артефакту, спрятанному Чарльзу Хоккинса. Ты же я его видел. Так. Так. Так, выйти отсюда не могу. Соседнюю поводу не могу. Что за ритуал, она готовила? Здесь висел бродяга. Так. Так. Сама создала, сама призвала. Мисса Хоккинс. Мисс Хоккинс никогда не говорила мне, что у нее есть микрон. крон она пыталась отправить бродягу обратно знаем исход из готова поспорить что она была готова бросить вот она его вызвала и хотела обратно отправить свой мир а мы тебя видели падла хокинс хокинс была готова на все чтобы защитить жилой чарльз хокинс был на все что он готов чтобы защитить жену так подождите ну ладно вроде расследовали если эмулет может защититься работе создания мифа я должен идти его подождите так хрень с черепа прибытие корабля а 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 где это может быть ок матча вышли там мы были так я переживаю за мэри смысле за доктора колден есть новости мне очень жаль брэдли ничего не мог поделать чтобы спасти а чем вы что произошло я не знаю точно что случилось но я нашел ее тело подвалах срок свела вы уверены что не имеете к этому никакого отношения если бы она не попыталась вам помочь она была бы жива мне очень жаль честно это все подонок фуллер клянусь себе пристрелю его что скажете пирс вы со мной доктор фу не сможет долго прятаться от схватки судьбы рано и позднее вас будут судить за все что он сделал вы просто должны верить о чем вы причем тут судьба он нет уж извините они никакого не физического вмешательства ждать не собираюсь я сам что разберусь мы должны сделать что-то для тех кто еще жив брэдли пока они действуют кульцара в опасности мы должны довести дел до конца иначе смерть мэри окажется напрасно вы прямо-таки два сразу как всегда работать в одиночестве вот она амулет на этого валите выиграем знак старших древний знак и ключом так он твердо верит что это великая сила хочу за изгнание было только что рассудок нет улики предмет и так идем не тебе что ли а показать эмулет дрейк вот тут написала даже блин скотина я нашел что ты хотел это слово вы это слово я так отдать амулет кинжал со странным знаком это вы продали фрэнсису сэндерс если вы про кинжал древних то тогда да это был я что вы знаете зачем он был нужен фрэнсис был в первую очередь коллекционером оккультных предметов он любил редкость и не сомневаюсь что он понимал их назначение всего помощью я смог отправить тварь который вы вызовете бродягой назад в картину хотите сказать что эта тварь может вернуться именно поэтому я ищу более долгосрочное решение она не должна вернуться межпространственный бродяга что это он путешествует между измерениями преследуя свою добычу и одной зверств фрэнсис санс как могла такая тварь оказаться на картине у сары необычный дар она связала с сущностями живущими за пределами нашей реальности я сомневаюсь что тогда она знала об этом но рисуя картину она призвала его и теперь эта тварь останется в нашей реальности именно поэтому мы должны найти способ отправить туда откуда и взялся навсегда какова истина природы некромон а я вижу вас заинтересовала на бесценная книга это глава главная книга об оккультных знаниях мистер пирс написал ее абдул альхазин он хранит ответы на многие вопросы почему из человеческой кожи у пульс да и пусть это копия которые подарил не профессор из максис катоники сонского университета это альянс все еще очень силен теперь я понимаю почему их хранили его в сэйфе кажется я нашел то что же стали отдать взглянуть до этого великолепно мы спасены отдаем амулет мисс хокинс держи это он у меня это странный амулет я надеюсь что защитит вас если вы уже хотите передумать вы должны понять я уже за что слишком далеко какие же ужас ужасы вы увидели что победили себя будучи должны так рисковать я не могу сказать это сейчас эта история закончится плохо из это шеф с салливанс брэдли последите за мисс хокинс я с ним разберусь вы уверены хорошо я много про вас слышал похоже вам нравится причинять людям неприятности шеф вы меня взяли прекрасная и слаженная работа полиции можете умничать сколько заблагорассудится пирс свидетели показали что вы устроили пожар в реверсайде свидетели кто бы мог подумать вы же мне еще не всю историю рассказали правда мне наплевать на вашу историю расскажите их судье вы же знаете полицейские проводят расследование на основании фактов и показаний следующий раз можете и сами так попробовать и продаж не просто не сомневайтесь попробую полицейский участок дорог с помощью джорна дрейка пирс получил амулет который должен был защитить цару хокинс от охотишься на из-за ней зловещих сил художница рассказала что хочет искупить свои грехи выследить и убив межпространственного бродягу не успел пирс оставить ее как его арестовала полиция в безумие господи мы сейчас по полицейскому участку бродить я много слышал о вас мистер пирс надеюсь только хорошие похоже едва прибыв на остров и умудрились совершить сразу несколько правонарушений вы дважды нарушили границы частной собственности были замечены в агрессивное поведение под конец еще и подошел поджог устроенных и мы еще нашли несчастную вдову сану в полу гостиной с пули в голове согласно результатам вскрытия это было самоубийство но вы кажется были у нее в тот день и это подозрительно что вы можете ответить на эти обвинения если вас касается смерть вдовы если вас не касается смерть вдовы послушайте я понимаю что нахожусь в вашей юридической и что вам парни вроде меня не по нраву но мне кажется что эти обвинения совершенно неправомерные мы прекрасно можем работать вместе если это означает что вы готовы подписать признание и избавить меня от лишней бумажной работы мы договорились я серьезно что вы не видите что происходит прямо у вас под носом я и что же такое происходит но вас легче но я не знаю вот документ пытался положить этому конец она сама пошла под нож никто никаких нарушениях и сообщал что вы несете доктор фуллер уважаемый человек кем восхищаются как жители острова такие его коллеги похоже у вас на него зуб вы поэтому подожгли его я ни в чем не собираюсь признаваться и генете покажу вам ваше новое жилище я еще приду попозже задать вам несколько вопросов здесь вы сделаете правильный выбор во всем признаетесь если я перейду запросу пристрастие поверьте мне будет также неприятно как его я в этом сомневаюсь доброй ночи мистер пирс искать или если наконец-то мы встретились кто здесь давай мой разум опять до текет я тот кого люди зовут левиафану не из-за размеров моего земного обличая из-за безграничности моего знания которым я хочу поделиться с тобой человек не сопротивляйся ты не можешь говорить или избавиться от влияния я просил тебя вести себя спокойно ты здесь чтобы принять знания и пройти по пути который приведет тебя к свободе от таких предложений как особенно обладающих с поверетными чертами не отказываются чем сильнее угнетаешь ты свой человеческий дух чтобы он мог познать истину тем больше ты готов принять его море искать листины где оракул ты хочешь это увидеть где оракул разве нее ты ищешь смотри сам но не забывает твоя судьба предать черта на наши пути еще пересекутся искать истины вы знаете как рискуете сара если вы снова воспользуете своей силой вы потеряете куда больше чем жизнь дело не во мне дело в невинных жизнях я надеюсь ваш источник правдив или правильный кафрами картину гиллеров если межпространство бродяга появится бродяга я так и знал опять только не это но опять мы в чем-то теле вернись ну чтож на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте комментарии увидимся следующее видео пока